В поиске 85-летней жительницы Кольчугинского района в начале июня – пример эффективного взаимодействия полиции, МЧС и добровольцев отряда «Лиза Алерт». Бабушка ушла из дома и к вечеру не вернулась. Родственники сначала подключили односельчан и вели поиски самостоятельно, а потом обратились в полицию. «Прочёсывали лес, но поняв, что он вокруг непроходимый, решили искать пропавшую женщину вдоль дороги». Женщину обнаружили спустя почти двое суток в нескольких километрах от дома. От усталости и холода бабушка едва передвигалась и даже не понимала, что потерялась. Родственники были счастливы. «Весёлая, счастливая дочка, которая наконец-то нашла свою маму. Здравствуйте. Ещё раз здравствуйте. Вот потеряшка, красная шапочка. Мам, поблагодари, они вас туда нашли. А я где терялась?» По закону за поиск людей отвечают сотрудники полиции. Именно им нужно подавать заявление, если пропал человек, и как можно скорее. Ждать три дня не нужно. Такого норматива нет. «Его никогда не существовало. Это глубочайшее заблуждение, на самом деле, взятое, наверное, из фильмов. То есть не было никогда ни в одном документе, закреплён этот срок не был. Поэтому не стоит ничего ждать, незамедлительно следует обращаться в органы внутренних дел». Если поиск начать сразу, вероятность найти человека составляет 90%. На второй день шансов меньше почти в два раза. Профессионалы советуют любителям лесных прогулок и грибникам брать с собой компас, еду, воду и лекарства, если есть хроническое заболевание. И обязательно заряженный мобильный телефон, даже если он стоит недёшево. «Постарайтесь объяснять пожилым родственникам, что ценность мобильного телефона ничто по сравнению с ценностью жизни. Благодаря мобильному телефону специалисты могут и сориентировать на местности, или сами сориентироваться, куда выезжать на поиск. Поиски будут существенно быстрее и проще». Присоединиться к поисковикам «Лиза Алерт» просто. Нужно быть старше 18 лет, заполнить анкету и пройти обучение. Сейчас в разгаре сезон грибов и ягод. А значит, волонтёрам нужны помощники. Ведь любителей тихой охоты прибавится. «Убедительно просим не отпускать маленьких детей с пожилыми родственниками в лес. Частые истории отвезли детей на дачу, бабушкам, дедушкам. Может что-то случиться. Жара, давление. Различные бывают ситуации. И вы рискуете оказаться в истории, когда ваш ребёнок останется один на один не только с лесом, но ещё и со своим пожилым родственником, не будет знать, что делать». В этом году полиция уже приняла 60 заявлений на поиск людей, потерявшихся в лесу. До сих пор ищут одного человека в Ковровском районе. И практика показывает, что летом потеряшек больше всего на границе с Подмосковьем. Это связано с наплывом в наши края московских дачников. Александр Инин и Евгений Адамов.